Камрады, всем карантин! Хороший карантин, хорошие самоизоляционные напитки. Сейчас продолжим тему про странные положения и движения рук в кота и формах каратэ. Но сегодня коснемся такой формы как Саентин. Кусочка. Начало формы. То, что мы уже разбирали. Дальше. Продолжение формы. Дальше. Такой вариант. Здесь у меня товарищ, поэтому отсюда. Отсюда. Такой вариант. Значит, это очень интересная техника, хотя она очень простая. Ее делают вообще, то есть в любом айкидо, дайтарю, цена, китайских всяких традиционных и прочее кругом. Только она делается немножко не в таком стиле. Делается она вот так. И, кстати, в формах каратэ тоже ее хватает. Вот эти формы. Это горимый айкисагэ. Айкисагэ. Урахай, например, да? Айкисагэ, айкисагэ. И бросок. Здесь тоже это айкисагэ. Немного сбоку покажу. Здесь вытаскивание. И вот он пошел айкисагэ. Айкисагэ. Почему такой вход по диагонали, но вперед? Потому что у партнера одна нога впереди. Здесь захват. Здесь вы его выставили, вошли. И дальше будет разворот и бросок. Ворот партнера и бросок. Техника очень простая. Еще раз. Здесь. 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 Существует второй вариант исполнения этого входа. Там делается айкисагэ. Плюс еще запирание суставов партнера. Здесь. Все то же самое. Да? Только дальше. Вот такая техника. Вот такая техника. Это айкисагэ. Вход. Опять же, рычаг ширины запястья. Да? Почему делается не так, а так. Ну, во-первых, здесь сильная конструкция. А для чего она нужна? Происходит запирание запястья партнера. Захожу снизу, запираю запястья, выставляю партнера на носочки, выигрываю плечи. И дальше бросок. Партнер. И потом бросается. В первом варианте, через айкисагэ, то же самое. Партнера выгрузили. И потом еще и добавили ему. Можно делать как отдельный прием. Можно делать вместе со вторым действием. Как дополнение. В принципе, кстати, вот этот вход тоже очень распространен. Это вот эти вот броски. Через вход внутрь захвата. Ну, в общем, как-то пока так. Всем хороших, правильных напитков на самоизоляции. Не болейте.